Новый сезон начался. Обелиски пропали, появились башни серафимов, появились бункеры военного разума и появилась куча вопросов. Что со всем этим делать? Как выполнять новый ивент и как прокачивать бункеры? Что ж, я Джонни Лейни, рад буду ответить тебе на все эти вопросы, так что слушай внимательно. Не берем в обсуждение сюжетный квест. Вы пообщались с завалой, встретились с Анной и Распутиным, получили у последнего сезонный артефакт. Теперь у вас вопросы только про башни серафимов и прокачку. Давайте в начале ролика скажу пару слов о спонсоре видео, а затем продолжим. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду TripleVibe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Ссылка будет в описании. Теперь назад к видео. Башни серафимов. Легендарные затерянные сектора, как и бункеры, есть на ЕМЗ, на ИО, на Луне, но на данный момент доступ есть только к бункеру ЕМЗ. Остальные откроются для нас позже, но поняв как все работает сейчас, вы без проблем потом освоите и следующие локации ивента. Первая важная деталь, если вы прокачиваете бункер, то его уровень будет общим для всех персонажей на вашей учетке. Так что возьмите контракты на каждом персе и выполняйте их, чтобы каждый ваш персонаж вносил свой вклад в прокачку бункера. Итак, как работает ивент башни серафимов? У нас есть три переключающиеся башни и одна центральная. Три башни будут активироваться попеременно. От каждой из этих башен вам нужно будет провести заряд к центральной. Он отображается как огромная оранжевая сфера. Для того, чтобы двигать сферу, вам нужно кидать специальные релики в него. Примерно как батареи из кузнец черного арсенала. Попасть просто, поскольку магнитит релики будь здоров. Каждая заведенная в центральную башню оранжевая сфера будет давать под 10% в прогресс мероприятия. После того, как вы проведете один заряд, появится другая башня и вам нужно будет работать с ней. Дополнительной задачей станет оборона башни от противников. Они будут высаживаться неподалеку и сломя голову бежать к башне, чтобы помешать ее активации. Вам нельзя опускать их в зону башни, поскольку активированная башня будет разбрасывать кучу реликов, которые вы должны вбрасывать для заряда. Но если хоть один мелкий дрэк зайдет в зону башни, то вы будете получать лишь 2 релика. Что заметно замедлит процесс проведения заряда до центральной башни и вы можете просто не уложиться в таймер мероприятия. Советую особое внимание уделить невидимым вандалам, их не замечает половина рандомов, с которыми мне приходилось играть. После того, как вы активировали 7 башен и провели от них заряды, появятся 2 чемпиона и после их убийства ивент будет завершен. Это мероприятие не имеет героического модификатора, ну или пока не имеет. За успешно завершенное вы получите 6 фрагментов военного разума, ну а если провалите ивент, то только 4. Также за удачное завершение вы получите шанс открыть дополнительный наградной сундук, который открывается шифром Распутина. О нем скажу далее. Сначала необходимо разобраться, как прокачать бункер Распутина, для этого подробно разберем новые ресурсы сезона. Фрагменты военного разума. Битсы, если короче. Это, ну скажем так, фракталин этого сезона. Ключевой материал, необходим для покупки улучшений для бункеров. Сейчас главный источник битсов то самое мероприятие с башнями серафимов. Еще их можно получить за зачистку бункера, которая доступна каждый день, за легендарный затерянный сектор, запускающийся также из бункера, за контракты и даже за некоторые триумфы. Распутин предлагает 2 еженедельных и 5 ежедневных контрактов, а также пачку рандомных восполняемых контрактов. За них вы также получаете фрагменты военного разума. За еженедельная награда 50, а за ежедневные и повторяющиеся награды по 10. В каждом бункере есть 3 тира, каждый в свою очередь содержит 7 улучшений. Каждый раз, когда вы приобретаете обновление первого уровня, используя 100 битов, 12 осколков сумеречного света и 6 легендарных осколков, вы получаете 1 процессор ЕМЗ. Чтобы наиболее эффективно прокачивать бункер, во вторую очередь я бы рекомендовал прокачать бонус снижения цены. Первым была Валькирия, ну так надо по основному квесту. Снижение цены, как и написано, поможет тратить меньше ресурсов на последующую прокачку. Цена будет снижена со 100 до 75. Во вторую очередь купите улучшение, которое даст шанс зарабатывать дополнительные фрагменты Распутина за прохождение активностей. Другой материал – шифры военного разума. Их можно получить за выполнение ежедневных контрактов, бункера и открывая сундуки в героическом секторе. Нужны они для открытия дополнительного сундука в легендарном секторе или на мероприятии с башнями Серафимов. А открывать эти сундуки нужно, поскольку того требует еженедельный контракт Распутина. И процессор. Пока что это процессор ЕМЗ. С его помощью вы будете повышать уровень интеграции военного разума. Процессор вы получаете за разблокировку бонусов, за бонусы первого уровня получаете один процессор, за бонусы второго уровня два процессора, за бонусы третьего уровня... Нет, не три, четыре процессора. Процесс прокачки бункера. Пару советов и разъяснений на этот счет. Вам не нужно прокачивать прямо сейчас каждую строку. Обращайте внимание на вертикальный порядок. Например, вы прокачали скидочный бонус первого уровня. Затем прокачайте его же, но во втором уровне. И потом третий. Конечно, нужно будет прокачать все ячейки рано или поздно. Но пока что ориентируйтесь на то, что упростит прокачку бункера для вас прямо сейчас. Генератор фрагментов и снижение цены прокачиваем в первую очередь, как я уже говорил. После прокачки выбранный бонус будет возможен для активации в основном меню Распутина фиолетовым цветом. Вторая плашка Арсенал ЕМЗ позволит закупать контракты на оружие, косметику, моды и прочие мелочи. Оружие сможете ковать после получения третьего уровня бункера. И так будет на других планетах тоже. Как я обозвал ранее, фрагменты военного разума основополагающий материал сезона. Он нужен вам для прокачки бункера. Прокачка бункера дает вам бонусы, модификаторы и доступ к корпусам на сезонное оружие. Так что надо его как-то фармить. Как? Ну, два способа. Пробегать легендарный Затерянный Сектор. Он непростой. Рекомендуемый уровень силы в активности 1000 единиц. Так что способ подойдет тем, кто уже сейчас значительно повысил уровень своих персонажей. Способ номер два попроще. Спамить новый паблик-ивент с башнями Серафимов. Тут лучше, конечно, пробовать словиться с друзьями на локации, чтобы каждый понимал, что делать и как закрывать активность. Иначе может уйти слишком много времени. Это самая базовая вводная информация за первый день сезона. Дальше я еще буду выпускать какие-то дополнения и разъяснения. А пока отправлюсь на прокачку силы. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свои вопросы и темы к следующим видео сезона. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok